Ну, еще раз меня зовут Дмитрий Барышников, надеюсь, после перерыва отдохнули, потому что, ну, все-таки такой вот зубодробительный доклад. Разработчики в зале есть, о, лесовок, хорошо. Я расскажу по тому, как мы собираем наш сорт настольный, но, в принципе, эти вещи применимы, ну, практически для серверного и для мобильного полу. Ну, начну с начала истории. Недавно мы запустили свой сетевой инсталлятор, год назад, вот, и он позволял как раз легко пользователю ставить настольное ПО наше, там сейчас кудис и формбилдер, формбилдер его Максим показывал, кудисом, я надеюсь, все представили, что это такое, умеют пользоваться. Особенность какая? Инсталлятор работает под две платформы, это Windows 3264 бита и под Mac. Плюс этот же софт мы распространяем и для Ubuntu. Поэтому встал вот за этот год, собственно, как обновлялся инсталлятор. Это вот реально три человека на трех разных компах. Ну, с Ubuntu проще, там надо подготовить правильно пакеты и закинуть на ланчпад, после чего они в PPA в нашу попадают. А вот с остальными платформами это вот все вручную собиралось. То есть надо обновить библиотеку, собирать библиотеку, потом собирать репозиторию инсталлятора, потом это, опять же, все выкладывать. Долго, куча нестыковок, опять же, время доставки до пользы длительное. Поэтому, собственно, нами была разработана такая автоматизированная система для сборки Toom. Ну вот, как это выглядит архитектурно. Значит, основные пакеты на GitHub, они особым образом подготовлены. То есть каждый пакет от репозиторий, которые используют NXIS Bosch. Сборка запускается по коммиту, то есть для этого используется BuildBot. Знаете, что такое BuildBot? Это, ну, скажем так, аналог Jenkins'а. А Jenkins? Хорошо. Опустим тегл уже тогда. А знаете, что такое Continuous Integration? О, слава богу. Ну, вот кто не знает. Я не настоящий сварщик. А, ну, кто не знает, значит, суть Continuous Integration, это когда разработчик пишет какой-то кусок кода, и после коммита выполняется его сборка где-то, и проходит тестирование. Собственно, вот такая вот серия. Если эти серии не проходят, ну, соответственно, он дымляет, смотрит, что не так, исправляет, чтобы в продакшен не попадали продукты, которые не рабочие. Ну и, собственно, поэтому центральный кусок – это вот BuildBot. BuildBot – это, как я говорил, аналог Jenkins'а, он написан на Python. И, собственно, в нем происходит по коммиту клонирование репозитория, его конфигурирование, выполняется сборка, собственно, тестирование, дальше он покоится, и дальше он уходит в два квадрата. Первый квадратик – это, собственно, бинарики вот этого вот конкретного пакета и репозиторий инсталлятор. А второй квадратик – это уже собранный инсталлятор, который доступен пользователю. Ну, мы, как бы, не сумма убийцы, поэтому напрямую в пользу это все не прилетает, а пока уходит в девелоперский инсталлятор, который мы тестируем. После того, как все нормально, мы уже релизим для наших пользователей. Собственно, здесь еще есть две ссылочки. Это BPA, где хранятся описания пакетов, которые мы для иммунтовых публикуем Debian. Ну, по формату Debian. Ну, и, собственно, в Биллбон у нас все открытое. Можете посмотреть все конфигурации скрипты для него по этой ссылке. Ну, как вы поняли, один из важнейших элементов этого неизборщ – это наша такая доработка поверх C-мейка. Он позволяет собирать C, C++ пакеты. Ну, мы туда еще добавили питоновские, потому что, ну, тот же QGIS – это его основная мощь за счет плагинов, который написан на питоне, который хотят других модулей. Поэтому все это надо паковать и поддерживать в самой свежей версии инсталляторе. Отличие… Ну, можно сказать, зачем вы изобретали велосипед? Там есть какие-то аналоги типа Hunter и так далее. Ну, я когда это делал, вдохновлялся. Есть такой проект, он больше под мобильную разработку под AS, называется Cartage. И его суть в том, что есть набор репозиторий на GitHub, на GitLab. Они особо подготовлены. Это X-кодовский проект. Вот у нас по аналогии сделан набор репозиторий. Вот они хранятся здесь. Но любой может все схлонировать, то есть он к нашим никак не привязан. Добавить туда свои пакеты, поменять что-то. И при подключении той или иной библиотеки он просто формирует файли, где пишет репозиторий. Вернее, как правильно называется на GitHub, это компания, пользователь. И, собственно, его название. И дальше это подхватывается. Что еще дает, собственно, борщ наш? Кроме сборки вот под эти платформы, он позволяет собрать одну библиотеку целиком, статическую. Вот таким образом мы, например, для нашего мобильного SDK версии 3 собираем GDAL. То есть это вот GDAL со всеми зависимостями. У него там больше 20, у которых свои зависимости от 2 до 3. То есть там такой вот комок в районе 40, по-моему, я считал, библиотек, которые все вкомпилируются в GDAL. Ну и, собственно, борщ работает под 5 платформ. Это Windows... Вернее, не работает, а позволяет собирать софт под 5 платформ. Это Windows 3264, Ubuntu, MacOS и iOS Android. Дальше. Ну, собственно, вот по Биллботу я немножко пробежался. Как, собственно, в нем эта штука работает. Для каждого пакета, который надо... Ну, пакета библиотеки, который надо собирать, звена задача, которая следит за репозиторием. То есть туда приходит коммит, и Биллбот ее запускает. Запускает он, соответственно, 3. Их под Windows 4. Под Windows 3264, под MacOS и под Ubuntu. В рамках Ubuntu там все просто. То есть происходит формирование из PPA, которое я показывал, нужного депакета. Это все хитрым образом пакуется и отправляется на Launchpad. Ну, а дальше смотрим, там собралось, не собралось, уже через его интерфейс. С Windows'ом и с Mac'ом тут поинтереснее. Я уже говорил, что была проблема. Ну, что люди вручную собирали в разных там средах с разным составом уже установленных в библиотек и так далее. Поэтому было сделано по аналогии, как на том же GitHub'е, там тот же Traverse CI, Abbeer и так далее. То есть поднимается виртуальная машина, заранее подготовленная. Она чистая. У нее стоит только минимальный набор софта. Ну, это, собственно, там, ну, в случае Windows'а, тот же там Visual Studio, Community Edition, там, CMA, Git, да и все, пожалуй. А, ну, PITO, естественно. Вот. Дальше создается снапшот этой машины. В этот снапшот уже происходит клонирование репозитория до установки необходимых ему пакетов, компонентов, и, собственно, выполняется, как я на слайдике на предыдущем показывал, конфигурация, дальше сборка, дальше, если в CMake прописаны тесты, выполняются, и если все хорошо, происходит упаковка и запускается триггер, который начинает собирать, собственно, сам инсталлятор. Совершенно верно, да. То есть, кроме пакетика, который, ну, уже отработал, его разложила система куда надо, собирается инсталлятор, который потом вам введет уведомление о наличии обновлений и прилетает. Так, далее. Что же из себя представляет инсталлятор наш? Мы взяли Qt Installer Framework, это средство, которое, собственно, ставят на ваш компьютер Qt. Его немножко пришлось допилить, туда мы внесли изменения, Это поддержка для macOS переменных среды, потому что у них была только для Windows, и оно не работало даже, установка в Windows, плюс у нас при установке, вернее так, внутри нашего ПО, ну, внутри QGIS, внутри формбилдера, при наличии обновлений идет индикация, можете обновиться. Для этого не надо никуда выходить, вы нажимаете иконочку, запускается, собственно, интерфейс, ну, это часть инсталлятора, такая программная обновлялка, которая показывает, вот, есть такие вот компоненты, которые вы можете обновить. При этом основная программа, откуда вы запускали, закрывается, ну, со всеми там запросами, хотите сохранить, или, ну, текущий проект или нет, происходит обновление, и дальше она обратно запускается, открывает этот самый проект. Собственно, относительно самого инсталлятора, как я отметил, есть три задачи, которые дополнительно к задачам по сборке пакетов еще заведены три задачи. Это сборка самого фреймворка. Он включает в себя сборку КУТ, инсталлятор требует обязательно пятый КУТ, статический, статический сборка, чтобы пользоваться при установке, не требовалось дополнительных библиотек. И там дополнительно еще утилиты, которые, собственно, формируют репозиторию пакетов, сам инсталлятор и переводы текстовых сообщений. Вторая задача – это сборка инсталлятора репозитория ПО. Сборка инсталлятора – это файл, который вы скачиваете с нашего сайта, который, собственно, потом входит за пакетами, опять же, на наш сайт, и так называемый репозиторий. Репозитория – это набор папок, в которых лежат файлы описания пакетов, плюс в корне глобальный файл updates.xml, который содержит общее описание всего репозитории. Ну и отдельная задача, когда нет смысла собирать этот инсталлятор, он меняется только при изменении исходников. Ну вот, из последнего пользователя, Макросс описал, что у нас не учитывается один из файлов, куда мы пишем переменные среды. Вот мы исправили это, инсталлятор пересобрали. У тех пользователей, которые все поставили, у них все хорошо, он им не нужен. Они только используют систему для обновления репозиторий. Ну и, собственно, опять же, все открыто. Можете посмотреть и состав пакетов, и как он формируется, и скрипты, которые формируют инсталляторы, и сам инсталлятор с нашими изменениями, все в этом время и происходит. Ну и последнее – это описание процесса по конкретной библиотеке. Я пробежался, бегал, сейчас немножко поконкретно. В библиотеке сама компонентка, ну не компонент, а задача, она не висит в воду. Там есть несколько элементов, которые я обслуживаю. Один из них называется библиот поле, который следит за теми или иными изменениями. Это может быть просто каждые 15 минут запускать задачу. Это может быть за коммитами на дигитхабе. Это может быть какое-то хитрое событие. Ну все, что угодно. Ну в данном случае у нас просто, это просто за коммитами на дигитхабе следит. Холлер. Дальше холлер, если есть какое-то изменение, оно передается в триггер, который, собственно, и запускает задачу. Почему этот элемент важен? Потому что может, ну вот, изменил я в борще там какую-то вещь исправил. Это же, ну вот у нас там около 80 библиотек. Это по всем прожло. Представляете, 80 библиотек одновременно. Там любой, как бы, систему может лечь. Поэтому триггер, он их отпускает согласно тому, как настроено. То есть я могу сказать, я хочу, чтобы сборка шла там две параллельно максимум, или один за одним, ну или еще как-то хитрое. Ну вот. И, соответственно, коммит был поимен. Холлер в триггер. Триггер впускает задачу. Задача делает те вещи, которые прописаны в CMake. И дальше, когда все этапы пройдены, то есть если на каком-то этапе фейл, все, ну там оповещение идет соответствующее, и уже разбираемся с этим. Если все нормально, то дальше запускается триггер, который, к большому счету, выполняет такую же задачу, но уже для самого инсталлятора. Естественно, там нет конфигурирования какого-то. Он просто выкачивает предыдущий репозиторий, потому что он его обновляет. Выполняет над ним нужные операции. И дальше, опять же, если все проведено хорошо, а у нас в рамках обновления высасываются питомские пакеты, которые не требуют чешной сборки. То есть, поэтому при любом изменении самые свежие пакеты попадают пользователям. Ну и, собственно, дальше это уходит уже на сайт и отдается пользователям. Так, я вас не утомил? Точно? Я просто могу с интересом показать, как выглядит веб-интерфейс Белбота, сколько у нас там сейчас задачи висит и так далее. Хотите? Или уже там к вопросу будут переходить? Так, ну давай. Как там? А, я вот так. Так. Можно в этой же? Ну вот Белбот, он пустой, потому что не вошел. А вот уже так выглядела статковая страница. Здесь можно посмотреть так называемый Waterhole View. Кстати, пока я вам что-то рассказывал, как вы видите, прилетела задачка. Это не связано со сборкой инсталляторов, потому что у нас сюда еще и другие задачи в Белботе висят. Если промотать ниже, он начнет. Вот это количество растений. Ну и, собственно... Вот он, тот объем задач, который может запускаться. Можно посмотреть, сколько их есть всего. Ну, крутится это на... А, ну вот еще я мне рассказал. Белбот имеет серверную часть, которая, собственно, вот этот веб-интерфейс обеспечивает, рулит задачами, логами, ну и всей информацией. И у него есть воркеры. Воркеры это могут быть, ну, какая-то машина, где висит, опять же, питомовский скрип, который говорит, я доступен. Вот можно посмотреть у нас воркерс. Да, вот они. Вот эта машина включена, она зелененькая. Вот этот вот вообще воркер вместе с Белботом на одном этом висит. А эти, так называемые логерты, которые поднимаются под задачу, там выполняется сборка, и они потом грохаются, и вот снапшот удаляется. То есть, ну, место не замусоривается. Вот, они выключены. То есть, они будут подниматься, когда придет комитет. Ну, все. Ну, на этом все вопросы. Я просто, зачем все это открывать? Открывать что именно? Ну, вот, в обла-сорсах, который, ну, просто... Это не то, что там специально сделаешь, чтобы выкладывать это, но просто привычка. Нет, это удобно. Ну, тут даже не привычка, это реально удобно. А потом сама система, которая пакет пакетов, так она интересна и другим пользователям. Они приходят, что-то там пытаются собрать. Сама система пакетов, а в BuildBot, ну, так? Нет, в BuildBot, там же еще суть какая? Он сам себя так же на гитхабе мониторит. То есть, мне, когда нам добавят задачу, я достаточно зайти в репозиторий, прямо через вот этот, дописать туда нужное, как бы, описание, желательно не ошибиться, иначе он не сможет себя обновить. Дальше он так же сам себя, как в виде задачи, обновит. То есть, я правильно понимаю, что для сборки он требует открытого гитхаба? Нет, нет, не требует. Там все приватное, то есть у нас на гитхабе там не лежит, там заходи все пароли. Нет, естественно, во-первых, он работает и с закрытыми репозиториями, то есть также полим. Естественно, это надо на машине BuildBot как-то обеспечить его параметром доступа, это либо через SSH авторизацию, либо через ключ, либо пароль. Ну, то есть, это надо там прописать. Но зайти через SSH, настроить это, чтобы там происходило, и это не было в открытом репозиторе, нет проблем. Я просто еще хотел показать один, ну, возможно, интересный момент. А, попал. Один из нюансов сборки, чтобы ускорить, чтобы не собирать все 100-500 зависимостей, ну, как я говорил, я уже ждал. На гитхаб также выкладывается результат сборки. То есть, вот если зайти в тот же... Ну, вот и в последний. Ставь лайки, пока под Ильей залогинят. А я под тобой, да? Вот. Здесь идут релизы. Собственно, эти версии совпадают с теми, которые вы видите в инсталляторах. И вот они, наверное, дефракты под те платформы, которые используются. Минус из этого, кстати, и есть. Вы в курсе, что на гитхабе есть ограничение на использовании хаб-апи? Всего лишь 60 допросов в час. То есть, если что-то быстро собирается, правда, у нас такого что-то нет, а джедал не успевает. Он очень большой. Потому что джедал больше всего зависимостей, и он 21 зависимостей. То есть, он должен сделать 21 запрос. А вот. Два джедала, 42. Третий уже не успевает.